ну что снова здравствуйте уважаемые любители хорошего и качественного звука мы с константином снова приветствуем вас воды к аудио прекрасном я рассказал лучшим салоне москвы хорошим я немножко волнуюсь да по двум причинам ну первая причина сразу это я знаю это уже третья причина вот первая причина она так действительно немножко так вожделенно я бы сказал так возбуждает причина заключается в том что у нас сегодня в обзоре но как ни крути самый что не да есть король какой король скажу чуть позже а вторая причина нами который ну скажем так стоит немножко понервничать что ли да это вот касается она может быть лично меня поскольку вот кости многократно говорил в наших обзорах что я не то чтобы какой-то там анти цифровик я люблю цифру у меня есть цифровой тракт но я аналоговик зона логовички катушечки да вот но можно сколько угодно говорить что лучше что хуже и так далее ну уважаемый любитель звука вот я так слышу да мне допустим аналоговый формат он ближе да но есть вещи о которых я лично конечно молчать никогда не буду которые меня в своей жизни именно в таком вот достаточно же длительном аудиофильском пути скажем так покорили покорили и вот мы уже как-то с кости рассказывали вот эту вот известную историю как я зашел в салон и задал вопрос что за шикарная лампа играет да ну так нехидно улыбается говорит идемте я вам покажу и какая-то не лампа вот конечно есть образцы образцы цифра аналоговых призова преобразователей которые меня ну просто вот как любителя аналогового звука не просто убили свои это и dcs это речь и рад и это конечно наш сегодняшний король который вот здесь вот перед вами это мсб селект 2 мсб селик 2 да все таки правильно говорить 2 хотя и они стали обозначать именно селект нога ну с другой стороны я должен немножко также маленькое отступление сделать потому что кости он сколько меня не уговаривал давай сделаем давай про мсб селек давай про мсб я все время как-то вот спускал это на тормоза по той простой причине что ребят ну конечно шикарно конечно хорошо для кого но ценник космический понимаете я кости задавал вопрос кость а будет ли интересен вот этот вот наш репортаж да да если вот эту штуковину могут позволить себе купить простите 7 8 аудиофилов стране а может быть и 5 да вот но вот костя немножко меня заинтриговал сказал что расскажет много интересного но с другой стороны дорогие любители звука вот эта машина которая сейчас стоит но она не может просто вот не покорить и покорить вот мы сегодня слушали некоторое количество времени разные жанры да и у меня за есть какое впечатление сложилось я даже боюсь это сказать какой-то избыточный аналог по стихоте избыточный поэтому вообще было давайте приступайте рассказывайте да да петр сегодня так послушал первый раз в моей жизни он просто промолчался прослушать ну да я тогда это все смотрю думаешь какие-то комментарии будут я за что он скажет так почему это интересно начнем с этого в чем вот состоит интерес сегодня имеет его смысл послушать чтобы понимать что через 10-15 лет приблизительно попадет на общий рынок устройств скажем назовем их доступными вот хотя бы по этой простой причине уже имеет смысл понимать какой мы будем иметь средний а может быть если уж совсем все складываться будет хорошо и начальный класс но через 10-15 лет вот почему такие цифры закладываю да не просто так петр первая особенность этого цапа такая кстати маловажная но она есть ну вот например вы в курсе что он по письму может принимать 5 или 6 мегагерц сигнал вот мы привыкли 208 384 тысячи до максимальные как говорится видите представьте себе миллионы это первый момент dsd 2048 например понимаете да вот у него даже здесь огромный задел создан но уникален он не тем что он когда-то в будущем будет поддерживать там эти все сумасшедшие форматы уникален цап в том что он радикально отличается от всех остальных цапов и главная его особенность вот начать надо с классической структуры цапа как мы себе представляем цап да вот общая схема в интернете везде висит что-то поступает на цифровой приемник потом это идет тактируется от клока далее поступает на микросхемы цап промышленные всем привычные и после этого всегда без исключений там могут отсутствовать либо не отсутствует цифровые фильтры как мы знаем и потом обязательно есть фактор так называемый буфер цапа выходной каскад так вот что бывает выходном каскаде операционные усилители преобразователи напряжения тока транзисторы чего там только не бывает в общем там и конденсаторы и либо трансформаторы что-то еще msb уникален тем что путь сигнала идет напрямую с его матрица вот так то есть нет ничего лишнего вот соответственно и свистеть лишнему нечего как вы свистеть да именно свистеть вот вчера с такой есть хороший очень потребительский именно форум до стерео ну и как то вот так вот знают люди кость а можно я приеду со своим цапом приехал человек поставили свистулька прям сразу вот на его фоне на его контрасте просто свист грязь вот так она слышится очень сложно понять select вот как бы да ты слышишь то все хорошо но ну и что как говорится да но как только мы конкурирующие решения начинаем выставлять ты понимаешь почему у них на сайте написано best duck ever там лучше в мире и это абсолютно без стеснения можно даже вообще так признать что она так и есть но нет у него конкурентов просто их нет есть фантазии чита есть желание конкурировать есть даже цапы за подобные цены и но оравнение на мс до разравнения но есть технические моменты которые другим решением пока не позволяют на него уравняться даже вот как бы это прискорбный банально не звучало тут путь сигнала настолько коротки а матриц так много и они настолько уникальны что ну как вот ты будешь конкурировать с очередным каскадом вот когда вот представляете себе просто такую идеальную ситуацию что у вас есть микросхемка цапы прямо с нее вы пошли на разъем чеки выходные но она невозможно вот в этом его уникальность нет уникальность именно как устройство являющегося цифра аналоговым преобразователем в нашем предыдущем обзоре про цапы достаточно неплохим скажем так так где вы давали расширенные комментарии вы сами говорили о том что в общем то проблема не в том что нет хороших сам а в том что нет хороших ацп и собственно у меня вот вопрос очень простой пользы на кой черт мне вот такая дорогая штуковина если изначальные фонограммы который ацп сделал ее в принципе не существует фонограммы которая сделана на устройстве такого уровня что я в мире есть дверь до и фальс и на них не писали а просто ими оцифровали ленту кстати на мсб всего два альбома существует и при том их не мастер или ничего то есть их брали с оригинал тейпа так называемого да то есть мы уже инженерный мастеринг назовем уже когда вот коммерчески точнее все вот лента уже с коммерческим мастерингом с готовым с нее снимали слепки на мастер сиди на супер аудио сиди в dsd и решили еще и мсб сделать и вот тот вот варианты которые сделали на мсб там отрыв просто от остальных вариантов приличный приличный ну то я скажу всего 2 да и ну ладно вопрос то я помню в чем вопрос о том что вот да у нас есть просто ну какой-то косметичный корабль кости космический корабль просто по технологии согласен ответ очень простой это просто для тех кто имеет возможность иметь самое лучшее все есть ты имеешь это возможности все равно купишь как арыса тут как везде вот там можно много задаваться разными вопросами зачем то зачем это ну как говорится каждый товар находит своего потребителя да но если говорить с точки зрения звука даже как вы уже убедились на том что есть хорошо мир несовершенен мастеринги несовершенно особенно вообще их наличие особенно на классической музыки это самое ужасное что может быть это мастеринг в чем мы на видео продакшене убеждали где его нету просто вот но его все равно слышно поэтому и покупают да конечно это можно на фоне всех остальных цапов это микроскопическая целевая аудитория микроскопическая действительно здесь с этим никто не будет спорить но я могу точно сказать что таких цапов россии не оперирую точными цифрами могу точно сказать что их более 10 это то что я знаю гарантированно вот точно вот знаем вот сто процентов но у меня нет цифр реальных то есть я сколько их там улетала ну конечно я могу сказать что располагая определенными возможностями до услышав вот это как сегодня я честно говоря даже бы не сомневался я бы эту вещь не отказался бы иметь своей собственной системе вопрос именно в том насколько насколько вот эти вот технологии у меня все равно до сих пор волнует опять же когда есть винил когда есть лента и когда вот такая дорогая дорогая технология она так скажем при отсутствии собственно источника при отсутствии собственного формата да то есть что на нем слушать вот в чем вопрос всего ну все да что угодно он все равно будет лучшим цифроаналоговым преобразователем именно по качеству звучания по восприятию все но вы правильно делаете вот заезд в ту сторону что я даже как специалист проще я скажу нет в принципе ни одного устройства колонок и усилителя которые способны раскрыть весь его спектак вот вот я вот я не случаях этому клоню их не существует это правда я вам не предложу вот допустим если ко мне кто-то придет и скажет вот у меня select дак чем не раскрыть полностью его возможности скажу ну приходите для через 20 может быть нету просто не по линейности не по ну даже по возможности переварить все это разрешение страшные в кавычках впечатления оставляет select особенно при работе на дорогие качественные наушники это просто убивающий эффект он убивающий прям то есть когда у тебя нет комнаты нет пополосной шивки динамиков ничего работает мембраны прямо на уши ты просто сидишь в ступоре насколько оказывается наушники могут хорошо играть но при этом ты точно знаешь узнаю характеристики наушников их уровень линейности искажений они не идеальны все равно хотя лучше акустики в определенных диапазонах все равно ими не раскроешь просто давайте немножко про конструктив поговорим двухблочная система то что блок питания давайте начнем с того что это прям буквально последний один из последних цапов двухблочных сейчас вот с недавнего времени только три блока существует все нет версии с двумя блоками питания между ними разница была раньше 20 тысяч долларов за плюс блок вот и теперь только старшая версия с тремя блоками это полностью топовая версия вот в том смысле что в ней 33 фентаклок самый 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 вот теперь по конструктиву что чем еще уникальная эта вещь у нее замечательный аналоговый предусилитель то есть эта вещица может являться предом для ваших аналоговых устройств но один маленький комментарий подойдет во всех случаях и скорее всего победит при условии если ваши усилители мощности не имеют родной пред допустим 50 и минимум вот в этих случаях уже лучше тогда в байпас режим переводить а байпас это отключаемый пред и работать уже на внешний предусилитель к сожалению опция не отказаться от нее на черт да вот поэтому такие вот дела верхний блок он представляет из себя материнскую плату назовем ее так в ней расположена 8 уникальных гибридных матриц мы к чему привыкли до r2r матрицы либо есть у нас и дельта сигма матрица либо мультибитная да но r2r вот здесь матрицы гибридной о чем это говорит они этого не пишут но есть подозрение что одни разряды у нас которые нужно критически обрабатывать мультибитом они обрабатываются именно мультибитной архитектурой а те которые лучше обрабатывать дельта сигма они обрабатываются дельта сигма что интересно они это вроде как пишут так что вот мультибитно у нас pcm dsd пол ну и кстати так как нативный режим есть можно точно сказать что там дельта сигма модулятор при том он именно матричный то есть резистивный не так как мы привыкли что микросхемку поставили какую собрел кашечку лучше такое нет все свое полностью такие красивые золотые в золотой обертке такие вытянутые назовем их картриджи модули да вот ну и плюс замечательный клок все и вот самое интересное кстати это цифровые интерфейсы мсб чем уникальный мсб я вам помните давным-давно еще говорил как повезло их владельцам в том смысле что у кого старый цап еще годов 2012-13 они могут подготовился даже специально вот не знаю видно или нет вот такие модули покупать и менять с поддержкой всего 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 что только существует то есть всех форматов новых вот вот этот задел на матрице мы вот всегда думаем да вот зачем dsd1024 ему поддерживать если или 2048 есть их просто не существует нет даже ацп модуляторов таких причина очень простая то есть заложена на будущее поддержка чтобы вы не бегали не меняли цапы с появлением каждых новых форматов есть различные модули вот например в данном случае уникальный модуль pro sl usb который оптически подвязывается вот такой вот через оптику штуки вот они оптическим кабелем соединяются и при том оптическим кабелем для не тот который мы привыкли оптика там в телевизор нет а для пакетной передачи данных вот такие то слинки специальные да вот и сюда заходит юсб это один из модулей поддерживает все на сегодня возможное и кстати естественно перепрошивается с сайта есть также модуль стандартный рендер это чтобы данные из сети гонять вот напрямую то есть когда вы не хотите связываться с внешним транспортом хотите там подключиться круг например у вас run ядро есть либо просто сам конекта задействовать что-то вот такие вот возможности остается добавить только усилитель да поскольку у нас и пред и стример сетевой плеер да конечно это не просто цап вот все говорят а чё так дорого ну 140 долларов за полна блок ну надо озвучить так как есть вот но надо понимать что это устройство которое которому требуется только усилитель мощности чтобы работать со спикерами все все остальные вопросы у вас закрыты если там посчитать там знаете обычно там скажут вот в топ-классе 50 50 50 но то на то и приходится вопрос только в том что качество вот этой вот игрушки она я конечно хотел чтобы он еще пластинки крутил было бы замечательно было бы вообще чтобы тонарм красивый сверху стоял ну конечно что сказать вот в плане звука ну я даже не знаю вот в моем понимании наверно но я его много раз почему разные модели я наверно его ни с чем не спутаю нет select select именно вы ни с чем не спутали ни с чем не спутаю премьер не пример тоже ничем не спутать если честно там это уникальное это абсолютно своя архитектура звука давайте вот прям так и называть архитектура звучание цапов и msb она уникальна абсолютно вот можно что угодно говорить что там там уникальный характер сям уникальный характер ну если вы очень глубоко в теме то да а если вы его человек с улицы то уникальный характер по настоящему у msb вот он уникальный своей вот этой супер как все отмечают гладкостью в интернете на самом деле большое количество слепых тестов записанных на профессиональные микрофоны где он и конкуренты но как так выходит что слепых тестах он всегда все равно доминирует и я не про эту модель говорю а про более младшую то есть это есть или линейка reference premier discreet это младшие линейки они вот с прямыми конкурентами по цене сравниваются ну как так выходит что и при том это на роликах настолько хорошо слышно что у него вверх естественный вот основной бич цифрового формата какой в ч высокие частоты это абсолютно известный факт здесь этого вообще не на негладкие просто как фантастический глад да очень глазах ухания просто божественно по другому не скажешь да и я еще отмечу многие вот особенно новички или люди у которых нет доступа к широкой аппаратуре могут от msb ждать чего-то такого знаете что типа я щас приду а там ох ох все яркое все вот вот каждый вообще не этот эффект абсолютно здесь эффект из разряда такой ну кто знает все аналоговые по типу пленка играет вот в эту степь то есть лампа винил да да он не будет вам он понимаете то есть понимание селек то приходит где-то минуту на десятую пятнадцатую прослушиванию сначала то есть ты понимаешь что все хорошо но где вот этот вот вау-эффект потому что играет sub за 40 за 147 тысяч долларов вау-эффект наступает тогда когда человек понимает что все хорошо но вот когда так бывает вот что все хорошо то она не скучно естественно нет но как только конкурирующее решение встает все я все понял вот так вот ну и плюс начинает обращать внимание люди на то что он абсолютно иначе подает этот звуковый материал при том именно мозг тебе говорит вот правильно вот так правильно и поэтому ну скучно но скучно имею ввиду когда профессионально оцениваешь муж профессионалы или аудиофилы постоянно ждем чего такого чтобы нам прям голову взорвало а здесь нет здесь прямо как вот все вот сессия идет все только зависит от качества записи вся зависимость только от этого он достает настолько много информации что он может иногда просто ну я сталкивался с тем как буквально захлебывались колонну просто не вывозили акустика тракции были такие случаи прямо не вывозят но как только все к его уровню начинает подбираться 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 у тебя просто уже там понятно все но я не случайно сказал что было ощущение у меня лично сегодня некой такой супер аналоговость из избыточной аналоговости конечно это не сверхгладкость да а что такое моим поднимание да то есть то что иногда мы с кости вот тоже пытаемся даже поспорить когда он играется во всякие цифровые схемы пытается вывести какой-то определенный чистый диапазон чистоты да и с восхищением говорит пётр ну послушай посмотри как красиво да я слушаю и конечно ощущаю что да хорошо да супер но в жизни такого звука нет никогда не бывает а все что выдает вот эта штуковина дорогие любители звуки она космически жизнь просто космическое то есть у вас полное ощущение погружения в материал в музыкальный материал причем ну мы слышали вот на одних акустических системах мне кажется что бы не подключили эффект был бы абсолютно таким же да абсолютно тащила при сравнении с другим всегда вот правильно же раньше сказали он очень узнаваем а чем он узнаваем он узнаваем тем насколько музыкальный материал оказывается разные вообще в оттенках то есть вот в этом он узнаваем потому что у тебя дифференциация цветов красок тембров она просто на другом уровне до нигде ничего простите не торчит нигде ничего не вылезает абсолютно сбалансированное звучание да и самое главное что все это вот в двух таких маленьких коробочках по сути да усилитель колонки пара проводков и вперед машина огромная вопрос кости а у вас салоне деньги случайно не продают килограммами чтобы купить можно было и платить за это устройство которое 10 но потрясать я это шутка когда конечно это шутка но вот возвращаясь то что мы уже говорили чуть другой форме еще попробую донести понимаете сегодняшний обзор он по понятным причинам он не несет рекламные какой-то такой вот нужно понимать что на эти вещи случайно не попадают кому это надо знают и так и боюсь даже вот кому это надо и никто и обзор ты не посмотрит по-настоящему надо ну я не прочего продемонстрировать чтобы как бы знаете как вас заложить приятное ощущение приятного будущего все равно рано или поздно рано или поздно этот вот это качество звучания цифрового она станет общедоступна придет это время рано или поздно просто станет общедоступна на таком адекватном уровне я имею ввиду доступности как говорится где уже достаточно широкая аудитория средний класс может работать это очень хорошо то есть равно понимать что светлое будущее нас цифре ждет однозначно вот и селект это доказывает естественно можно сами вспомнить каких космических денег когда-то стоил мобильный телефон просто космических это могли себе позволить единицы в мире не то что в нашей стране я так скажу сегодня по инфляции прочему если смотреть лучшие цифровые аппараты двухтысячных девяностых вот вспоминая когда исполнил свою мечту марк левенсон 36 так и 31 и 5 сидит транспорт это был 2013 год тогда этим аппаратом уже было наверное лет 15 но я исполнил эту свою мечту играли они великолепно но это я не к тому говорю что вы все когда-то купите там был у селект суть не в этом суть в том что когда-то вот этот уровень звука станет общедоступным и меня вот это очень радует потому что ну потому что вот с него уже можно успокаиваться со всеми цифровыми артефактами их реально просто нет но нет их вообще нет цифровых вот цифровых артефактов вы полностью убираетесь в качество записи все то есть больше вам беспокоиться не о чем соответственно делаем выводы нас ждет прекрасное светлое будущее да ну и наверно завершая чтобы я хотел сказать вот как правило да я костю часто скажем так атакую вопросами а что вот здесь жанрами а что вы здесь точности а что с разрешением а что там с этим с тем какой усилитель и так далее вот здесь это все просто не нужно ну реально не нужно какая какая точность она здесь мега точность да какое разрешение здесь мега глубина какая сына на просто такой просто в мире не существует да ну мы говорим естественно от сапок от сапок до погружения винили такая была само понятие вот того что вот даже если там из-за двери вы откроете дверь зайдете в комнату с закрытыми завязанными глазами вы сами скажете что это играет аналоговый источник вчера я только такие комментарии вы услышите действительно аналоговый источник и пожалуй пожалуй да я соглашусь что несмотря на то что у меня к счастью любимчики вот тот же айсэй там и так далее у меня есть я люблю ореш черят просто я боготворю этот сап да но этот товарищ этот товарищ он все-таки король он все-таки король ну к сожалению с этим не поспоришь дай и постыдного и рекламного в этом ничего нет это абсолютно адекватная и любительская и профессиональная любая другая оценка поверьте мне это не попытка кого-то приспустить принизить нет это просто это вот и объективная и субъективная реальность на сегодня вот такова она все нам очень приятно что да есть возможность вот его слушать тттп повторюсь это вещь из-за разряда но такого dream мечты такой как бы она вот есть салоне это конечно очень скажем так твой личный даже для себя вот рейтинг внутренний да ты его ощущаешь туда ты работаешь действительно с выдающейся вещью вот я очень люблю многие другие бренды как говорится многое от них жду и прочее но надо вот иногда просто честно себе ответить это лучший мире цап все я слушал все что нужно было послушать вот поэтому у меня выводы однозначные это не далеко не мое единичное мнение производитель не просто так себе позволил это написать это признают пользователи по всему миру можно найти какие-то там знаете там один из пятидесяти скажет что-то иное но это не будет для статистики иметь значение и вкусы никто не отменял это не значит что все конкуренты там хуже его понимаете иногда так в жизни может сложиться что как сказал один человек владеющий аудио но там 5 элемент это просто зная его лично есть такой тоже жутко дорогой цап то есть за 100 вот как он тогда сказал если я сейчас новый цап покупал я бы купил select когда он его у себя услышал но вот менять и терять сейчас я не вижу смысла я понимаю да ну вот на этой заключительной ночи до ночи бух и прах разбила всех конкурентах и везде мсб мы наверно будем завершать и к чему я могу так вас призвать вот но ребят пока вот он здесь стоит воспользуйтесь это возможности стоять он будет недолго есть условия года а должна быть . отсчета реперная . только со своим цапом пожалуйста я как говорится все жду и неважно какой вас класс тапа на чем вы придете как если увлеченный человек да пожалуйста приезжайте имейте эту точку отсчета все равно рано или поздно это ваше же будущее то есть это всех нас когда-то ждет как говорится дома ну вот не так в салоне повторюсь это очень приятно осознавать что мы дойдем все до такой цифры вот это прогресс спасибо приходите в дк пока